Это все то, что мы применяем в своем доме-саленке, для наших сходов. Позвучить людей. Творожный мусс а-ля запеканка, каша боярская, диетический салат и отбивные. В Саратовском доме-интернате показывают, чем кормят проживающих. Блюда в меню не повторяются. Его составляют по специальной системе на каждый день. Ну что, начинайте. Работники Балашовского дома-интерната недавно открыли антикафе. На коллегии в Саратове они показывают, как оно работает. По словам специалистов, посетители – люди с проблемами слуха, зрения, пережившие инсульт, и те, у кого проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Для них есть шахматы, шашки и игры для развития мелкой моторики. По словам специалистов, постоянные занятия улучшают общее состояние проживающих. Меняй! Чего ты сидишь? Я на этом. Валентина Марченко в Саратовском доме-интернате только два года. В свои 66 любит активный образ жизни. Она постоянно участвует в местных спартакиадах. У женщины больная спина. Справляться с болью помогает ежедневный воркаут. Основной образ жизни вроде поел, да и лег, лег. А надо вот двигаться. Больше двигаемся, лучше себя чувствуем. А сколько делаете вот за раз так? Считаете или нет? Я не считаю. Я могу весь день, наверное, тут сидеть. А потому что отдыхаешь прям. На заседании коллегии Министерства социального развития области подводят итоги за первые полугодия. В регионе реализуется национальный проект «Демография». В него входят и региональные программы. На протяжении последних восьми месяцев этого года мы работаем в рамках проекта «Демография». Это основной проект, в соответствии с которым мы ставим две задачи. Первая задача – это повышение рождаемости. И вторая задача – это продление активного долголетия. В этом году в рамках областного бюджета предусмотрено практически 5 миллионов для того, чтобы мы приобрели то необходимое оборудование, которое в дальнейшем способствовало продлению активной жизни нашего старшего поколения. На коллегии показали предметы, которые необходимы людям с ограниченными возможностями. Это захваты для надевания обуви, открывания дверей, предметы гигиены и специальная посуда. Все это будут сдавать в прокат. Правда, пока не определили сроки возможной аренды и возврата. Станислав Жижин, Роман Шельдяев, Саратов, 24.